фразой калмыки называют настоящего мужчину какой живом что вкладывает в это понятие калмыцкий язык и его носители к сожалению глубокий смысл этой фразы у нас сознание заменился русским эквивалентом оригинальное значение почти забылось и так что же такое иосн слова иосн калмыцко русский словарь трактует как закон общепринятое правило обычай традиция пристойность порядок совершения каких какой-либо церемонии соответственно и и 100 имеет значение соответствие общепринятым правилам обычаям и традиции более того и 100 еще обозначает безукоснительное следованием порядку проведения национальных обычаев традиций и ритуалов следовательно и остазалу это тот человек кто соблюдает все старинные национальные обычаи традиции и законы именно такой человек традиционном мышлении калмыков и был настоящим мужчиной а те кто не соблюдал старинных законов разумеется настоящим мужчины мужчинами называться не могли однако понятие ее 100 гиргым настоящая женщина калмыцком языке нет чем же это связано все дело в том что подлинными хранителями национальных традиций и обычаев до самого прихода советской власти были именно мужчины мужчины устанавливали порядок своей семье обществе и государстве и сами следовали очень ярким примером этого негласного закона великой степи может служить поступок калмыцкого хана шукурдайчина на съезде айратской правящей элиты было принято решение о том что главой айратского сейма должно являться выбранное общим голосованием они назначенное лицо и когда далай-лама прислал калмыцкому хану печать и грамоту с назначением шукурдайчина общая радским ханом тот отказался ответив что у айратов глава сейма может быть только избранным общим собранием в этом аргументированном отказе шукурдайчин следовал общепринятому айратскому закону и с пренебрегая своими личными амбициями и честью оказанной далай-ламой вот он по моему и есть йоста залу строгий держатель закона жаль что сейчас йоста залу лишь эквивалент русской фразы настоящий мужчина по материалам статьи геннадия горнеев калмыцкие небылицы приметы и гадания три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании вышла книга которая обещает стать библиографической редкостью сказка даунхойр худл 72 небылицы рассказ диалог кэмэльхэн приметы 25 позвонка овцы и образец гаданий далэншин джэ гаданий по баране лопатке представленный в очерке народного поэта калмыки константина эрэндженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский самобытные яркие иллюстрации ирины надбитвы прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир книга будет интересно как взрослым так и детям и станет прекрасным подарком каждому кто интересуется калмыцким фольклором первый альбом для новорожденного на калмыцком языке мендэфт эн би здравствуйте это я так жизнерадостно называется этот альбом стильный современный дизайн текст на калмыцком и русском языках а также информация калмыцких обучаях и традициях связанных с рождением детей делают его уникальным вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного а также о таких важных моментах которым наши предки уделяли особое внимание как положение в колыбель разрезание пул бросание шапки под ножки начинающим уходить срезание первородных волос этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка по вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона указанного на экране